Всем привет! Новый влог. И начинаем вот с того, что прощаюсь с этой комнатой. Сейчас уже иду на такси, уже сдала экзамен, поэтому собираюсь уезжать. Я уже в Италии. Время сейчас 10 часов вечера. Я не знаю, когда я начну снимать какие-то нормальные переходы, потому что у меня всё время всё всегда в какой-то спешке. Хотя вроде и времени достаточно, но всегда я куда-то спешу. В общем, сейчас делаю по-быстренькому ром-тур, а гостиница, вот такая большая комната. На самом деле я бронировала маленькую, видимо, маленьких уже не было на одного, и поэтому мне досталась такая большая, я даже не ожидала. Единственный минус, она находится прямо возле ресепшена и возле столовой, что очень большой минус. А, кстати, покажу ещё ванную, я вот только из неё буквально вышла, и ванная такая большая. Там есть столик, даже холодильник есть, шкаф достаточно большой, и просто вот так вот тут. Номер у меня не в самой Венеции, а именно на островной части, а именно на такой обычной части. И хочу сказать, это было немного такое решение. Я, в общем, решила забронировать только потому, что это намного дешевле, чем жить в самой Венеции. Но на самом деле это очень условно, потому что такси сюда с аэропорта, хотя мне было ехать буквально 10 минут, стоило 50 евро. 50 евро! Я уверена, что я бы намного дешевле могла с аэропорта доехать до самого острова, там и паром ходит, как транспорт, можно сказать, и автобусы ходят. Да, я всегда обычно, даже если есть какие-то автобусы, я всегда все равно езжу на такси, обычно из-за сумок, чемоданов, всего остального. Но, тем не менее, все равно, возможно, особенно если учитывать тот вариант, что, в принципе, в Венеции только катера, то, возможно, я бы все-таки взяла вот такой вот вид транспорта. И получается достаточно дорого, 50 евро за такси, плюс еще автобус, билет на автобус стоит 10 евро. Это только 70... Ой, боже, сколько он там действует? В течение 70 минут, по-моему, он действует. Так, я не знаю, что показываю, показываю просто о кровати и разговариваю, сейчас я переверну камеру. Общаться буду вот так, а то я снова уже сняла линзы, ничего не вижу. Так вот, получается 7 часов... Боже, каких 7 часов? 70 минут, по-моему, действует этот билет. Но, по сути, знаете, да, когда еще туда-обратно надо съездить, это нормально. Когда ты едешь там погулять, то 10 евро туда, 10 евро обратно, это тоже... Хочу сказать вообще, что Венеция... Я была в Венеции 5 или 6 лет назад. И хочу сказать, даже по моим воспоминаниям, Венеция, во-первых, самый дорогой город Италии, Милан даже не сравнится. То есть, как бы считается, что вроде Милан дороже, если сравнивать там с Римом, еще с чем-то, но нет. Что-то я смотрю, у меня такие пятна, вроде бы я нормально смыла косметику, и ничего не оставалось, ну, как будто синяк какой-то под глазом. Ну, в общем, так вот. И Венеция намного-намного дороже. Плюс, к тому же, вот я сегодня поела на ужине. Ну, ужин был нормальный, просто вот не прям, чтобы вау, скажем так. Хотя ела я пасту с крабом, и, казалось бы, должно было быть очень вкусно, но было вот как-то, ну, не знаю, обычно. Знаете, не так, что вот просто безумно вкусно, как обычно в Италии. Хочу сказать, что вкуснее-вкуснее всего. Это в Болонии. Я была отдельно в Болонии, несколько дней жила, и вот там, наверное, вот самое вкусное вообще, мне кажется, самые вкусные рестораны, потому что в каком бы я там ни была, все было безумно. Я в Италии вообще в каких городах только уже не была, даже в непопулярных, таких как Турин, вот Болония тоже. Завтра я поеду в Парму, Верону завтра тоже поеду, но Верония уже была... Ну, Верона, конечно, популярна, но я имею в виду таких более-менее туристических, скажем так, вот, типа Пармы, потом что-то еще Турина и всего остального. И так вот, в Болонии самая вкусная еда, в Венеции самая невкусная. Потом я съела в двух местах мороженое, оно стоило одно из них 11 евро, другое стоило 7 за три шарика. Честно, это даже в Лондоне я ем намного дешевле, намного вот в своем любимом месте намного там дешевле и порция намного больше. Хотя в Лондоне тоже очень дорого, мне мороженое около 400 гривен выходит, а тут я, получается, съела за 500 с лишним гривен мороженое, вот это 11 евро, и порция была намного меньше. Да, там было 4 шарика, но там было совсем их мало. Именно шариками, кстати, я терпеть не могу, когда накладывают шариками, это какой-то прошлый век, это не нормальное мороженое. Хотя это супер популярное место, я ела в нем вот сколько там, 5-6 лет назад, и мне казалось оно вкусным, но сегодня, да, на вкус оно как бы нормально, хотя вот второе место, в котором я была, это было самое невкусное мороженое, которое я когда-либо пробовала в Италии. При том, что я умею выбирать, я безумно фанат мороженого, я безумно люблю мороженое, это мой самый большой, скажем так, любимый десерт, и я очень хорошо в нем разбираюсь. И честно, я и по фотографиям, и вроде по виду оно было нормальное, и по отзывам, там рейтинг очень высокий, огромное количество отзывов в этом втором месте, в котором я была, но мороженое просто самое худшее, которое я когда-либо ела в Италии. Оно было безумно невкусное, оно было очень сладкое, прям такое приторное, из трех вкусов только один еще был более-менее нормальный, но в общем, честно, иногда можно купить в магазине лучше мороженое, чем вот то, что я сегодня поела, вот это второе в Италии, ну, в Венеции. Ну, в общем, в этом плане, конечно, Венеция не супер, мягко говоря, но я решила лететь именно через нее, у меня было несколько вариантов, как я уже говорила в предыдущем как раз влоге, в конце влога, что мне нужно было просто так, так как я лечу, скажем так, с пересадкой и домой, и мне нужно было так, чтобы что-то летело из Манчестера и что-то, чтобы летело отсюда в Кишинев, поэтому я выбирала между некоторыми городами, плюс выбирала по времени, как мне удачнее всего, и по времени, при том, что именно по, скажем так, по прилету и отлету, кто куда летает, то было больше вариантов, но по времени мне вот больше всего подходило это именно Венеция или Милан. Сначала думала в Милан, но, во-первых, в Милане особо нечего делать, и кроме как вот, да, там тоже можно было в ту же Верону, как вот я сейчас собираюсь, хотя отсюда это все равно ближе в любом случае, на Кому можно было бы еще раз ездить, но, тем не менее, как-то, не знаю, в Милане просто я была в прошлом году, по-моему, последний раз, это тоже уже мой третий или который раз в Милане, поэтому я решила, что нет, в Милане я, пожалуй, не хочу, а вот в Венеции очень давно была, и тогда, когда мы были, мы были, ну, вообще недолго тут, поэтому я решила поехать именно сюда, и плюс, я же говорю, по времени оно идеально подходило, именно по билетам, но завтра я собираюсь ехать, сегодня у меня было буквально, получается, сколько там, с 5 часов вечера где-то, и вот до, ближе к 9 я вернулась, успела только буквально поужинать, поесть мороженое, зайти в Зару, купила там маме еще кое-что, и все, больше, как бы, я ничего не смотрела особо, хотя я много где прошла, потому что везде ходила пешком, получается, пол острова в одну сторону, пол острова в другую сторону, еще хотела зайти в супермаркет, но в супермаркет я бы уже не успевала, они там только, и то этот работал до 9, а так вообще в основном до 8, так же, как и магазины тут, и в итоге завтра я собираюсь поехать в Верону, я думала ехать в Верону, только из-за того, что я думала снова поехать на Гарду, мне, я помню, тогда очень понравилось, когда я там была, но потом в итоге я решила, что я в итоге на Гарду не поеду, из-за того, что там очень неудачно, получается, ходят поезда, плюс с этой станции нужно еще, чтобы доехать даже до того же Сермиона, хотя самые-самые красивые места вообще, лучше именно другие ехать, и туда можно только на машине, общественным транспортом это чуть ли не несколько часов туда ехать, там около двух часов с пересадками, тремя, поэтому нет смысла такого, ну и даже на той же Сермионе тоже надо делать пересадки, поэтому решила, что это просто не имеет смысла, и я решила поехать вместо этого в Парму, потому что Парма тоже тут поблизости, и на ужин тогда я вернусь, я думала ужинать, я хотела позавтракать в Вероне, из-за того, что там есть мои любимые сэндвичи, эта сеть, и поужинать, думала там, но там все кафе открываются в 7, полвосьмого, и поэтому, кстати, вот, почему еще Венеция жутко туристический город, потому что тут все кафе открываются утром и работают до вечера, это вот я помню в Болоне тоже, вот в Вероне я не нашла нормальных кафе, которые бы открывались, да в принципе даже не то, что нормальных, в принципе особо никаких, таких, которые бы работали вот как-то весь день, или хотя бы около 6 открывались, я помню в Болоне была та же самая проблема, там тоже все кафе после 7, только для меня это поздно, потому что я привыкла ужинать где-то около 6, ну так вот, и поэтому я решила, что я не буду уже возвращаться, туда-сюда есть, я думала, если я пойду на Гарду, то я вернусь в Верону, и потом уже просто сюда вернусь после ужина, но я решила, раз я не поеду, то я поеду, немного побуду в Вероне, немного побуду в Падуе, и я говорила все время, что я еду в Парму, нет, я еду не в Парму, я еду в Падуе, я перепутала, и да, в Падуе я еще не была, поэтому поеду, посмотрю, я не думаю, что там, откровенно говоря, есть особо что смотреть, но, тем не менее, так, прогуляюсь, и поеду уже обратно вернусь в Венецию, там уже поужинаю, а послезавтра у меня есть планов это весь день провести в Венеции, погулять, хотя я же говорю, я сегодня, в принципе, достаточно прошла с одной стороны в другую, ну, просто буду гулять как-то себе не спеша, потому что я все-таки сегодня в какой-то, как я уже говорила, в какой-то спешке была, то на ужин, то уже потом хотела вернуться на автобус там успеть, и, кстати, за автобус я этот билет себе купила, но я так его и не, потому что не активировала, скажем так, потому что, когда я ехала туда, то я вообще там был забитый автобус, и я так и не нашла, как мне его активировать и где, там при водителе не было этой штуки, но я вот сейчас, когда ехала обратно, заметила, что там в середине стоит эта штука в самом автобусе, но я решила, что ладно, не буду я его уже активировать, его однозначно надо активировать на транспорте таком водном в самой Венеции, потому что там просто не пройдешь, там турникеты стоят, и я решила, что если вдруг мне понадобится послезавтра, то лучше я его уже активирую, я не буду покупать еще один билет, тем более, ну, если что-то скажут, так скажут, как бы активирую, а так, да и женщина, и мы когда ехали туда, там туристы тоже такие же ехали, и они что-то спрашивали, и женщина им сказала, вот на автобусе можете так ездить, а вот такой транспорт водный в самой Венеции вам придется платить, ну, в общем, не знаю, хорошо ли я поступаю или нет, но я не хочу каждый раз вот это по 10 евро платить, это уже действительно, это очень много, как за одну поездку, ехать тут буквально 15 минут, Следующий день, 7 утра, я уже проснулась, собралась для того, чтобы ехать в Верону, потом в Падаю, и мне очень хочется в Италии всегда носить именно платье, поэтому решила надеть платье, которое покупала перед этим как раз в Португалии, посмотрите мое видео из Португалии, показывала себе там покупки свои, и пыталась его немного разгладить выпрямителем, потому что, во-первых, оно и так было мятое, плюс тут еще и в составе лен, а лен это просто бесполезный материал, который гладишь по 500 раз и все равно мятой становишься очень быстро, ну, лучше, чем было, как-то я его немного разгладила, но, тем не менее, конечно, так себе не очень мне такое нравится, но вариантов особо нет, и хочется как-то вот платье ходить, очень хочется, не знаю, в Италии, прям такая атмосфера, и сегодня пойду в Верону, хотелось такое красное платье как раз надеть, потому что я выбирала между ними, между черным, и, наверное, еще одно, то, что длинное платье я покупала, я хочу надеть завтра, когда буду в Венеции весь день. Я в Вероне и снова в Заре, сейчас меряю штаны такие, и, кстати, я как раз маме покупала, сейчас решила сама померить, и вот эта вот кофточка, она очень необычная, но я не люблю такой материал на лето, такая вязаная, слишком жаркая, хотя очень прикольная, необычная, и стоит она, кстати, почти как платье какое-то. Следующая, вот такого плана, даже точно такая же, у меня есть только другого цвета, я ее в прошлом году покупала, и в этом году я мерила еще вчера розовую, белую, но они, кстати, стали намного хуже качества, они более легкие стали, поэтому очень сильно просвечивают, этот цвет хотя бы не так просвечивает. И вот такие вот штаны, они именно как штаны, но они очень легкие, но мне не нравятся, я бы взяла однозначно, потому что мне очень нравятся, они такие легенькие, но мне не нравятся тут в талии, слишком затянуто, и вот это некрасиво смотрится. Теперь платье. Вот такое платье мне нравится, вот этот вырез, но именно сам фасон как-то вот, не знаю, как оно на мне сидит, вот тут сверху, в общем, мне не нравятся, вот такие рукава не нравятся, хотя очень так женственно. Я, как обычно, иду на станцию, неизвестно какими дорогами, где дороги долго у меня нет. Гугл обожаю просто его маршруты. И в Заре все-таки купила две майки тем, и взяла еще штаны. Мне жутко-жутко жарко, на улице стало очень жарко, хотя было нормально, вообще не знаю, слышно ли что-то или нет. Уже еле иду, но мне не так далеко осталось уже идти. Я вышла на более спокойную улицу. Ой, небольшой участок тенька, наконец-то. Жутко жарко, как я уже сказала. Фух. Зря выравнивала волосы, потому что у меня всегда тоже от жары, они пушатся, так же, как и от влажности. Еще допила уже свою бутылку воды, надо сейчас срочно купить новую на станции. И я когда купила эту бутылку, я купила, знаете, с такой спортивной крышкой, и никак ее не могла открыть. Точнее, я ее открыла, а вот эта штучка на спортивных бутылках, она была закрыта. И я вообще не понимала, как же ее мне открыть. Там внутри что-то мешало. И я уже начала психовать. Я минут сорок не могла открыть эту бутылку. Я уже даже гуглила. В итоге я вообще не подумала как-то, что когда я попробовала ее открыть зубами, там нужно было просто зубами потянуть, хотя потягивалась она тоже достаточно сложно. В общем, намучилась я с этой бутылкой. Я думала, что я ее выкину уже, потому что вообще не понимала, как ее открыть. Кстати, я вчера уточнила, что получается, что Венеция, что Верония была 6 лет назад. И Вероне, между прочим, изменилась вот эта центральная площадь. Там раньше не было вот этих всех туристических магазинчиков, даже не магазинчиков, просто стендов. Сейчас вся эта площадь в этих стендах, где продают магниты и все остальное для туристов. А раньше там были кафе. Вся площадь была в кафе, в столиках. И я сначала, когда я туда вышла, я даже не узнала эту площадь. А теперь просто посмотрите на эту станцию. Я пошла, чтобы купить воду. Кстати, попросила с газом, она мне дала без газа. Но неважно. И там просто как у нас какой-нибудь деревня, если честно. То же самое. Сейчас вот нужно спуститься вниз на платформу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Всем привет! Следующий день. Я сегодня уже вся в обновках купила все-таки эти штаны и топка говорила. И сейчас собираюсь в Венецию. Стала сегодня раньше, чем планировала. Будильник у меня стоял намного позже, потому что завтрак я себе планировала на половину одиннадцатого, но в итоге проснулась раньше. И, откровенно говоря, я не знаю, чем я буду заниматься весь день в Венеции, потому что там весь день вообще ходить негде. Но особо и поехать мне уже некуда. Я не знаю, куда бы я могла тут поехать. Так, чтобы ехать недолго, потому что не было бы смысла ехать куда-то долго. Не хотелось бы. Максимум того час и то. Если бы еще было какое-то действительно такое хорошее место, а так я перед тем, как сюда приехала, я смотрела, куда бы я могла поехать. И особо выбора не было, чтобы вот недалеко ехать. В итоге я поэтому сегодня буду гулять. Я же говорю, вообще не знаю, что я буду делать весь день. Я очень надеюсь, что я не буду ходить по магазинам, потому что мне уже, откровенно говоря, надоело. Но это выходит из-за того, что уже нечем просто заняться. Но я уже вообще не хочу ничего мерить, потому что я уже очень много всего купила разного. Как-то хватит уже, надо притормозить. Вчера, кстати, у меня была ситуация. Я когда ехала из Паду, я села не на тот поезд, главное, меня ничего не... И этот поезд на этой платформе, который приехал, и мой поезд, они оба опаздывали. И там на станции почти не было никаких оповещаний на английском, в основном было только на итальянском, и только пару там на английском какие-то повторялись. А поездов уже много, и получается... Я не знаю, как я вообще приложение показывала. Главное, меня ничего не смутило. Меня не смутило то, что я была уверена, что поезд будет точно такой же, как я ехала до этого, трехуровневый, то есть больше как электричка такая, а это приехал обычный поезд. Плюс меня не смутило то, что все стояли на остановке, но я думаю, ну мало ли какой поезд другой они ждут. Плюс меня не смутило то, что в приложении мне показывало, что он приедет там не в 20 минут, а в 30 минут, а где-то через 3 или 4 минуты после опоздания приехал именно тот поезд, на который я села. И, ну, я думала, может, это он отправится наоборот в то время. В общем, меня ничего не смутило. Я села на другой поезд, который ехал в совершенно другой город, уже к границе со Словенией, по-моему, там. И в итоге просто мне безумно повезло, что этот же поезд, он останавливался тут, как раз где я живу, на станции. Я, в принципе, сразу же как села, когда поняла, что я села на другой поезд, я сразу же это проверила, потому что это было бы смешно, если бы он не останавливался тут. И в итоге я просто вышла на этой станции и пересела потом на свой поезд. Хотя я могла уже и на автобусе поехать, но не было смысла, потому что как раз идеально у меня получилось из-за того, что тот поезд тоже опаздывал. Я идеально по времени успела, пересела на тот поезд, на который я должна была ехать. Кстати, билеты на поезд никто вообще нигде не проверяет и нет никаких турникетов. В Британии тоже могут не проверять билеты на поезд, хотя в 90% случаев, в принципе, проверяют. Это просто еще в зависимости от какой, до какой станции ты едешь, это называется как повезет, потому что они один раз буквально, хотя очень длинный может быть маршрут, но они буквально один раз только проверяют. Хотя нет, вы знаете, это тоже зависит от поезда. Иногда после каждой остановки проверяют билеты, но неважно. Но, тем не менее, в Британии есть турникеты, то есть на станции, с которой ты заходишь и на станции, в которой ты выходишь, то есть ты никак просто не пройдешь, а тут же вообще никто ничего не проверяет, вот так же, как билеты на автобусах. И поэтому, конечно, но все равно, знаете, одно дело поехать на автобусе вот так без билета, хотя у меня есть билеты, просто живу, так и не активировала, а другое дело как-то на поезде, на поезде я бы точно не смогла, потому что лучше такое, вообще лучше и на автобусах, так не делать, я всегда как бы, это первый раз, мне кажется, когда я езжу вот так вот, то что без билета, скажем так, потому что обычно я все равно всегда покупаю, знаете, лучше купить какой-то там за 5-10 евро, даже пусть вот этот 10 евро стоит билет, чем потом платить 500 евро штрафа. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Я же говорю, даже не то, что В аэропорту мне сидеть Тоже не хочется Но больше всего мне не хочется так поздно приезжать домой Поэтому Ну ладно, не буду загадывать Дорога такая Кто знает, плюс еще граница там потом наша Тоже Обожаю просто Я терпеть не могу, честно Вот эти границы, которые Когда вот на автобусах или на машинах Потому что, ну, это издевательство По-другому не скажешь Поэтому Особенно с нашей стороны Я имею ввиду Свою страну Потому что Молдаване не всегда Очень быстро Наши, конечно Ну, в общем, я очень надеюсь, что как-то Будет не так ужасно все Но, да Такая дорога, не люблю как-то То, что день у меня теряется Я, по-моему, уже говорила То, что больше люблю вечером Вылетать так И чтобы как-то, я не знаю Пусть ночь не спать Но как-то не теряется, скажем так Вот весь день А так Выходит весь день Будут дороги И оно как-то намного Сложнее ощущается Точно так же Как, например, ехать Я помню Мне Когда вот я пыталась Особенно, когда я в Эдинбург Первый раз летела То я через Бухарест И там 14 часов Или сколько 15 Ехала на этом автобусе И притом с утра до вечера И это было очень тяжело При том, что вот ночью тоже тяжело Из того, что толком не спишь Неудобно и все остальное Но все равно ночью оно как-то ощущается Не так Не так тяжело А когда едешь днем То как-то прям Маешься Мягко говоря Поэтому Ладно Надеюсь, что все будет нормально Не буду загадывать Какая будет дорога У меня жутко отекшие ноги Снова Но неудивительно Сколько я ем Тут Но это Италия В Италии всегда Я просто ставлю рекорды Потому что я Безумно люблю Хотя Венеция, как я уже говорила Это самый невкусный город Но сегодня мне еще повезло Я даже с утра нашла нормальное мороженое Хорошее И Ужин был тоже Неплохой У меня Хороший, вкусный Ну и после ужина Я уже пошла в сети Венчи Потому что Не хотелось уже Рисковать Есть невкусное мороженое Хотя днем Когда я сегодня ездила На К пляжам Туда Кстати, я даже Как-то не заметила до этого Что все-таки тут есть пляжи И я решила использовать Свой билет Который что я зря покупала За 10 евро И поехала Чисто Просто прошлась там Если бы я знала заранее Я бы взяла Может купальник Потому что купальник Я еще в Португалии покупала Чтобы там в океане Искупаться Кто же знал Что там такой холодный океан Как-то я думала Что он все-таки потеплее Да и плюс В любом случае Даже тогда Когда я на океан ездила Я не брала купальник С собой Называется Купила специально Купальник Для Португалии И вот сейчас Тоже думала Но я думала Если я на Гарду поеду Ну в общем Сегодня съездила Потому что Было время у меня И там тоже ела мороженое Но там оно было Снова Невкусным Ну как Оно было нормально Но просто оно Очень туристическое Скажем так Оно вот не настоящее Такое Как должно быть И вот Хорошее Действительно Я поела вот сегодня После завтрака Ну и Венчи Это просто Венчи Это сеть И в принципе Оно тоже Все неплохое Хотя Если выбирать Вот из трех сетей Которые есть Мне кажется В очень многих странах В многих городах Это Амарина Венчи И Гром То из этих всех Я люблю больше всего Гром Потому что По мне оно самое-самое вкусное Потом Венчи Ну а Марина тоже Там порция больше Я помню Я когда-то ела Их самую-самую большую Там прям Не знаю Полкило точно Наверное Есть этого мороженого Самое большое Этой чашки Еще кстати Сейчас покажу Как я сегодня сгорела Посмотрите Просто супер загар Я еще Когда надевала Утром эту майку Я так и думала Что я наверное Сегодня сгорю Учитывая то Что я собиралась Ходить весь день Я знала Что будет 29 градусов Но потом подумала Да ладно Даже если загорю Загорю А не сгорю Я думаю То тогда хотя бы Из того что она была открытая Не будет сильно плохо Но на самом деле Ужасно Ужасно просто получилось Потому что оно криво идет И на груди Получается таким кривым треугольником Плюс ко всему Я чаще всего носила сумку На этом плече Как бы через плечо У меня получается Тут есть и от майки И от сумки И дальше на спине Посмотрите Я уже На остановке В ожидании автобуса У меня очень тяжелая Эта сумка Чемодан Кстати я переодела майку Решила другую взять Поэтому сейчас Новая его с утра Еле закрыла Еще этот пакет Гигантский Привет 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 Субтитры сделал DimaTorzok